«Варя, ты где? Через 10 минут занятие начнется. Лев Евгеньевич не обрадуется, когда узнает, что ты снова опаздываешь», – стревоженным голосом сказала Даша по телефону подруге, которая до сих пор не пришла в университет. Варвара, изрядно нервничая, отложила швабру с тряпкой в сторону и обеспокоенным тоном ответила. «Дашка, я не успеваю. Мне еще три кабинета надо привести в порядок. Прошу тебя, придумай что-нибудь. У тебя воображение богатое. Прикрой меня!» «Что я придумаю?» – сердито и раздраженно буркнула Дарья. «Мне сказать, что ты на другую планету улетела?» «Я в тебя верю. На тебя надеюсь. Все, мне нужно работать. До скорой встречи!» Торопливо пролепетала Варя и отключила связь. Девушка спешно помыла пол в кабинете заместителя директора и принялась поливать цветы, стоявшие на подоконнике. Она каждые две минуты озабоченно поглядывала на часы, понимая, что уже не успеет добраться до университета до окончания первой пары. Варвара училась на третьем курсе экономического факультета. Вот уже три недели она вставала в 5 утра, чтобы перед началом занятий успеть навести порядок в офисе, где работала уборщицей. Варя рано лишилась родителей и жила с бабушкой, которая месяц назад серьезно заболела. Когда девушка увидела стоимость лекарств, прописанных лечащим врачом Зинаиды Марковны, она поняла, что на маленькую пенсию бабушки и ее скромную стипендию пожилую женщину вылечить не удастся. Варваре пришлось срочно искать подработку. В интернете она нашла объявление о поиске уборщицы. Девушке удалось договориться с директором фирмы, чтобы выполнять свои обязанности по утрам. Александр с пониманием отнесся к ситуации, в которой оказалась Варвара и разрешил ей работать так, как девушке будет удобнее. Варе нравился коллектив, частью которого она неожиданно стала. Фирма была небольшая, но стабильно развивающаяся и уже успевшая громко о себе заявить. Коллектив состоял из женщин разных возрастов. Варя быстро нашла с каждой из них общий язык, а с некоторыми даже успела подружиться. Правил утонченным женским царством 32-летний Александр, который был требователен к своим подчиненным, но при этом справедлив и внимателен по отношению к ним. Варя тайно мечтала когда-нибудь оказаться за рабочим столом в одном из кабинетов, который вычищала до блеска каждое утро. Раньше всех из сотрудников приходила 50-летняя Вера Степановна, которая обычно приносила Варе горячие пирожки, булочки или блины на завтрак. Тем утром женщина пришла на работу с озабоченным подавленным видом. Она не принесла свежую выпечку для своей любимицы, не завела с ней непринужденный разговор о погоде или планах на грядущий день, а тихо включила компьютер и заняла свое привычное место. «Вера Степановна, как у вас дела? Как ваше самочувствие, настроение?» – поинтересовалась Варвара после того, как закончила свою работу. «Ой, Варенька, не спрашивай даже!» – расстроенно взмахнула рукой женщина. «Тут такое происходит, что ни у кого в последнее время нет хорошего настроения. Все смотрят волком друг на друга. Все здесь Варя резко изменилась». «А что случилось?» – взволнованно спросила Варвара, округлив от удивления глаза. «Да вот вчера из кошелька бухгалтера пропала приличная сумма. Она такую истерику устроила, начала искать виноватого. В итоге обвинила в краже денег Соню, представляешь? Девчонка весь день прорыдала в туалете. Она хоть и работает с нами всего три месяца, но ни разу с плохой стороны себя не показала. Разве можно было так поступать? Ведь у бухгалтера не было ни одного доказательства. Еще пару дней назад у менеджера нашего Елены тоже пропали деньги в кабинете. Она была вне себя от злости». «Бедная Соня, а кто же берет деньги?» – озадаченно покачала головой Варя. «И что будет теперь?» «Это еще не все. Вечером я не нашла в своей сумочке золотое кольцо, которое мне подарила в юности моя бабушка. Обычно я его не снимаю, но вчера что-то пальцы отекли, пришлось снять, убрала в сумку. И вот… Всю ночь проплакала из-за этого. Это кольцо было дорого мне как память. Что теперь делать, не знаю. Похоже, завелся среди нас подлый вор. Надо быть осторожной». «Вера Степановна, а разве нельзя проверить, кто ворует? Ведь сейчас везде камеры видеонаблюдения установлены». «Думаешь, не проверяли?» Никаких результатов не дала проверка. «Ловкий, сообразительный вор среди нас. Кажется, и до системы видеонаблюдения добраться успел». Варвара была потрясена тем, что рассказала ей Вера Степановна. Во время лекций она не переставала думать о том человеке, который нагло и бесчеловечно присваивал себе чужое имущество. Бабушка с детства говорила Варе, что чужое добро никогда не осчастливит человека. Она против, рано или поздно принесет ему беду. С ранних лет девушка слышала от Зинаиды Марковны о том, что лучше иметь маленький, но честно заработанный кусок хлеба, чем пышный, сладкий, но купленный за чужие деньги пирог. Вара не могла отвлечься от мыслей о работе и до конца занятий задумчиво смотрела в окно. Спустя несколько дней после этого Варваре в полдень неожиданно позвонил директор фирмы, где она работала уборщицей. Александр попросил девушку приехать в офис после занятий. Варя послушно отправилась туда сразу же, как только освободилась. Открыв дверь, она увидела неприветливые, озлобленные лица сотрудниц фирмы. Никто не поздоровался с девушкой в тот день, никто не пошутил с ней, как это обычно бывало. Варе показалось, что она находится среди голодных, готовых в любую секунду на нее наброситься зверей. Негодующие разъяренные взгляды преследовали ее до самого кабинета директора. Девушка в недоумении постучалась в дверь Александра и, получив разрешение, зашла внутрь. За столом неподвижно сидел директор с загадочным суровым видом. Варя вдруг почувствовала себя неловко и некомфортно. Напряженная атмосфера, царившая в офисе, начинала ее душить. «Варвара, ты ничего не хочешь мне объяснить?» С вызовом глядя в испуганные глаза девушки, спросил Александр. «Простите, Александр Юрьевич, но я не совсем поняла, о чем вы? Что я должна объяснить?» А задаченно пролепетала девушка. После этих слов мужчина повернул свой ноутбук так, чтобы его дисплей оказался напротив недоумевающего лица Варвары. Сделав это, Александр торопливо нажал указательным пальцем на беспроводную мышь и включил видео, шокирующее Варю. На экране ноутбука она вскоре увидела, как поразительно похожая на нее девушка вытащила из сумки заместителя директора кошелек и торопливо засунула его в карман рабочего халата. Варя ошеломленно ахнула, не веря собственным глазам. Девушка, укравшая кошелек у заместителя директора, была одета в точно такую же рабочую форму, которую надевала каждое утро Варя перед тем, как приступить к своим обязанностям. Даже водолазка на ней была точно такая же, как у Варвары. Ее волосы были такого же цвета и длины, как у Варри. На видео не было видно лица той, что взяла кошелек, поэтому без всяких сомнений можно было сделать вывод, что это была именно Варвара. «Я пожалел тебя, пошел тебе навстречу, дал работу и позволил работать тогда, когда тебе удобно, а ты меня вот так решила отблагодарить. Больше всего в людях я ценю честность и порядочность. Мне очень жаль, что ты не оказалась обладательницей таких важных человеческих качеств. Варя, как ты могла так поступить? Если тебе нужны были деньги, ты могла обратиться ко мне. Я бы снова вошел в твое положение». Александр, не получив ответа, вскочил с места и распахнул дверь. Весь коллектив собрался за дверью и подслушивал их с Варей разговор. Мужчина встал перед всеми и громко заявил. «В нашем офисе не может работать воровка. Лицемерным бессовестным личностям не место среди нас. Мы не станем заявлять в полицию на тебя. Но ты должна немедленно уйти и больше никогда не показываться нам на глаза. Убирайся сейчас же. Удачи тебе пожелать не могу». Варвара стремительно выскочила из офиса, обливаясь слезами. Она неистово рыдала, не в силах успокоиться. Девушка мысленно постоянно возвращалась к тому, что произошло в офисе и повторяла про себя унизительные слова бывшего начальника. Варина сердце обливалась кровью от осознания того, что человек, которого она считала одним из самых добросердечных, справедливых и великодушных в мире, так жестоко с ней обошелся. Опозорил ее перед всем коллективом, назвал воровкой и прогнал. Варя не знала, как ей жить после случившегося. Она не хотела возвращаться домой и тревожить своим состоянием больную бабушку. До самого вечера девушка ходила по городу, безудержно горько рыдая. Когда уже начинало темнеть, Варваре пришлось поехать домой. Она пожаловалась на головную боль и ушла к себе в комнату, не поужинав. Всю ночь девушка плакала, тихо, чтобы Зинаида Марковна ее не услышала. Через несколько дней Варе стало легче. Она смирилась с тем, что случилось, и с головой погрузилась в учебу, стараясь не думать о бывшем начальнике и о том человеке, который ее по какой-то причине решил подставить. Варвара так и не получила честно заработанные за три недели деньги. Ей необходимо было купить лекарство для бабушки, а денег у нее не было. Девушка пребывала в отчаянии, не зная, что делать и как найти выход из сложившейся ситуации. Вечером ее телефон неожиданно зазвонил. Она в впала в ступор, увидев на экране номер Александра. Дрожащей рукой Варя заблокировала его, чтобы Александр больше не мог до нее дозвониться. Внезапный телефонный звонок взбудоражил раненую душу девушки. Пережитые эмоции нахлынули на нее с новой силой. Варя поняла, что никто никогда не делал ей так больно, как Александр, которого она всегда безмерно уважала и боготворила. Рано утром Варя позавтракала и вышла из дома, чтобы поехать в университет. Каково же было ее удивление, когда она увидела во дворе машину бывшего начальника. Варвара ни секунды не сомневалась в том, что автомобиль принадлежал ему. Спустя секунду оттуда спешно выскочил Александр и подбежал к ошеломленной растерянной девушке. «Варвара, постой, нам надо поговорить!» – пробормотал запыхавшийся мужчина, резко схватив оторопевшую от неожиданности девушку за руку. «Зачем вы сюда приехали? Нам с вами больше разговаривать не о чем. Вы теперь, наверное, будете мне угрожать полицией. Если хотите заявить на меня, заявляйте. Я свою непричастность доказать не смогу. Но перед Богом я честна, а это самое главное». Сказав это вздрагивающим, надломленным голосом, Варвара убежала. Весь день девушка не находила себе места, думая о том, что будет с ее слабой больной бабушкой, если ее лишат свободы за то, чего она не совершала. Эти мысли порядком напугали Варвару. Она пребывала в истерической панике. Утром следующего дня Варя встала еще раньше, чтобы поехать к пожилой женщине, чье объявление вчера вечером нашла в газете. Девушка торопливо оделась и, не позавтракав, спустилась вниз. Открыв дверь подъезда, она обмерла. Во дворе Варя увидела всех подопечных своего бывшего начальника. Весь коллектив собрался с разноцветными шариками и плакатами в руках. «Варя, прости нас, возвращайся к нам!» – кричали они хором вместе с Александром. Варвара потеряла дар речи от увиденного. Она не могла себе представить, что произошло и по какой причине люди, считавшие ее воровкой, так неожиданно поменяли к ней свое отношение. Сердце Варвары учащенно забилось в груди. От волнения охватившего девушку у нее пересохло во рту и судорожно затряслись коленки. Но тут к опешившей Варваре подошел Александр и мягким покладистым тоном сказал. «Варя, прости нас, если сможешь. Мы все перед тобой виноваты, особенно я. Я так жалею о том, что наговорил тебе. Ты не заслужила всего этого. Чувствую себя последним мерзавцем. Я знаю, что ты ни в чем не виновата. Ты не воровала деньги в офисе. Я вчера хотел с тобой поговорить, но ты мне не дала такой возможности. Прошу тебя, выслушай меня хоть сейчас. После твоего увольнения я нашел другую уборщицу. Через пару дней после случившегося она занесла в мой кабинет странный пакет, который нашла в помещении, где у нас хранится весь инвентарь. В том пакете лежал парик. В нем также находился халат, точно такой же, как ты надевала во время уборки. Я нашел в пакете еще темно-синюю водолазку, в которой ты каждое утро приходила на работу. Моя водолазка сейчас на мне, сказала ледяным голосом Варя и спешно расстегнула куртку, чтобы показать Александру, что она говорит правду. Я вижу, буркнул мужчина, окинув быстрым взглядом темно-синюю водолазку, в которую была одета Варя. Эта находка вызвала у меня подозрения. Еще больше меня смутил запах, исходивший от вещей, которые лежали в том загадочном пакете. Этот запах показался мне очень знакомым. Я не ошибся. Я вспомнил, от кого так пахло всегда. Духи с таким же ароматом были у моей невесты. Лена нередко заходила в офис, она даже приезжала, когда меня на месте не было. Я решил разобраться и выяснил правду. Оказалось, что это Лена решила тебя подставить. Она пару раз увидела меня рядом с тобой и начала ревновать. Лена вообще очень сложный, ревнивый, обидчивый человек, с которым мне приходится нелегко. Она решила отдалить тебя от меня, сделав так, чтобы я тебя сам уволил и не захотел больше видеть. Я поговорил с охранником. Тот под давлением признался, что Лена несколько раз отпускала его раньше времени на обед, приносила ему хорошую водку и давала денег на перекусы в кафе. Пока охранник обедал, Лена удаляла записи с камер, на которых было видно ее лицо. Вот почему долгое время камеры не могли обнаружить вора. До сих пор мне сложно поверить в то, что моя невеста оказалась способна на такую подлость. Это она воровала все, что пропадало в офисе. Она тщательно все запланировала. Купила парик, который напоминал твои волосы, нашла такую же водолазку, как у тебя, и такой же рабочий халат. Лена сделала так, чтобы камера запечатлела ее со спины. Варвара была шокирована тем, что услышала от Александра. Она несколько раз видела рядом с начальником его красивую яркую невесту, но девушка и представить себе не могла, что станет объектом ее ненависти. Варя была настолько занята своими проблемами, что о личном не успевала даже думать. Она задумчиво смотрела на Александра и понимала, что должна простить его и вернуться в родной коллектив. «Хорошо», – с улыбкой на лице пробормотала Варя, облегченно вздохнув. «Я согласна вернуться на работу». «Замечательная новость», – обрадовался Александр. «Но дело в том, что уборщица нам больше не нужна. Я говорил, что уже нашел тебе замену». «Как не нужна?» – растерянно спросила девушка. «В уборщице мы не нуждаемся, но хороший менеджер был бы очень кстати. Согласишься работать менеджером со свободным графиком?» Варя восторженно вскрикнула и прикрыла ладонью лицо. Ее мечта осуществилась, и она получила возможность показать свои способности и умения. Девушка твердо решила не упускать этот шанс и охотно согласилась. Варя была необычайно счастлива. Она оставила обиды в прошлом и погрузилась в работу, которую давно хотела получить. Вскоре после возвращения в офис Варя стала ловить на себе заинтересованные, изучающие взгляды начальника. Ей сначала показалось, что она, находясь под воздействием недавно пережитых эмоций, преувеличивает. Но когда Александр однажды пригласил ее на ужин в ресторан, все сомнения девушки исчезли. Варя согласилась поужинать с начальником. Она признала себе, что ей весьма приятен этот обаятельный и невероятно притягательный мужчина с великолепными манерами. Их встречи за пределами офиса вскоре стали регулярными. Мужчина приглашал Варю то в ресторан, то в кафе, то в кино, часто дарил ей цветы и делал трогательные подарки. Александр позаботился о больной бабушке Варвары, купил для нее необходимые лекарства и нашел лучших в городе докторов для пожилой женщины. Зинаиде Марковне вскоре стала гораздо лучше. Она искренне радовалась за внучку, считая, что девушка встретила достойного спутника. Так Александр и Варвара сблизились и поняли, что по-настоящему любят друг друга. Для коллектива не стали неожиданностью их отношения. Варя не скрывала от коллег, что искренне полюбила Александра и уже не представляет свою жизнь без него. Через пять месяцев он сделал ей предложение во время романтического ужина. Варвара согласилась стать супругой Александра и разделить с ним свою жизнь. Так родилась необычайно красивая, счастливая семья, в которой всегда царила чистая любовь и трепетная нежность.